Приветствую вас, аноним. Давайте поисследуем ваш текст. Вы спрашиваете, как вести себя с парнями из Тиндера. Добрый вечер, эксперты. Последние месяца два сижу в Тиндере. Цель – познакомиться с интересным парнем, влюбиться и получить знакомое внимание и эмоциональную поддержку. Аноним. Вы хотите познакомиться с интересным парнем. Но что такое для вас интересный парень? Что он из себя представляет? Отдаете ли вы себе отчет, например, в том, что в том же Тиндере люди воспринимают друг друга как товар? И вы, в свою очередь, делаете то же самое. Воспринимаете людей там как товар. Это нормально. Но готовы ли вы к этому? Далее вы пишете «влюбиться». Вот, понимаете, вы хотите влюбиться. Откуда у вас эта потребность влюбиться? Знаете, я бы вот спросил вас так. Как вообще вы пришли в Тиндер? Почему вы пришли в Тиндер? То есть, как вы оказались в нем? У вас был опыт взаимодействия с мужчинами в реальной жизни? У вас не получилось, не сложилось? Или как? Дальше. Получи знаки внимания и эмоциональную поддержку. Скажите, а из чего проистекает ваша потребность получить знаки внимания и эмоциональную поддержку? Вам чего-то не хватает? То есть, давайте, вот, в общем, вы приходите в Тиндер для того, чтобы познакомиться с человеком. Почему именно Тиндер? А даете ли вы себя отчет в последствиях этого? Очень хочется на этого человека, который ответит мне встречным чувством. По факту вы говорите про заемность. Вы говорите про то, что вам вот хочется заемности. У меня вопрос. А почему вам хочется заемности? Из чего проистекает вот это вот желание заемности, если угодно? Это важно. Это очень важный момент. Из чего проистекает ваша потребность в заемности? Ну, 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 во взаимстве. Либо людей из моей профессиональной сферы, с которыми интересно поговорить, а может быть и подопрудничать в будущем. Почему, опять же, вы ищете в Тиндере этих людей? Ведь если вы специалист в своей области, если вы активно занимаетесь в своей деятельности, если вы активно развиваетесь, то не должно быть проблем. Специалистов в вашей области, наверное, лучше искать на соответствующих тренингах, собраниях, конференциях и так далее. Несколько раз я ходил на свидание. Как правило, на первом дне свидания все заканчивалось ни сообщения, ничего. Потому что вас рассматривают как товар, духовной связи недостаточно. Она просто не успевает появиться. Ей, как бы, ниоткуда взяться в данном случае, эмоциональной связи я имею ввиду. И, соответственно, поэтому ни сообщений, ничего. А, как бы, зацепить человека сразу у вас способностей нет. И я открою вам небольшой секрет, что далеко не у всех людей она есть. И это нормально. Я пробовал писать, спрашивал, как дела, отвечая-то, чем-то, болтая, на одну встречу не предлагают. Как себя вести в таких ситуациях и что это значит. Это значит, что у вас с человеком недостаточно общего. И это нормально, на остальных знакомств у людей очень мало общего. Хорошо, если вы встретите человека, с которым внезапно у вас получится хорошее взаимодействие. Но, по большому счёту, там всё вообще не именно такое. Потому что оно легко, оно доступно и можно выбирать, с кем общаться. И люди всегда надеются выбрать лучше. Поэтому сайт на комплекс, это одна большая лотерея. Она... Дальше, нужно написать со мной и предлагать встречу. Ну, если хотите. Опять же, понимаете, вы не нацелены на другого человека, как такового. Вы нацелены, скорее, на то, чтобы что-то от этого человека получить. Вы не нацелены на именно вот, на него самого. Ну, вы не нацелены. И... Тут уже вам решать, хотите вы писать или нет, хотите вы что-то делать для человека или нет. Или в ситуации, когда у вас взаимный лайк, и он не пишет, я ему пишу первое, туда-сюда, и он ничего не спрашивает про встречу, значит, ему не надо. Ну да, ему не надо. Это правда. То есть, в целом, вот в целом, чувствуется у вас какая-то неудовлетворенность. Чувствуется, что у вас неудовлетворенность, возможно, вам следует над моделью женского поведения поработать больше. Какая вы женщина, да, вот, ну, какой вы себя чувствуете женщиной. И, соответственно, уже как-то в этом направлении двигаться, на мой взгляд. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрушена.